Наталья Ивановна Басовская, для меня знакомство с Марией Медичи с книги «Ларец Марии Медичи», как тогда признано было говорить, ударение ставили туда. Часто меняются ударения, транскрипции, но Мария остаётся Марией, и вот этот подзаголовок, который я дала, «Затерянная среди звёзд эпохи», я с этого бы начала, у неё парадоксальная судьба. Она жила в эпоху ярчайших личностей вокруг себя, но сама, как мне представляется, я вгрызлась хорошенько в её жизнь, она была неинтересным человеком. Хотелось бы сделать интересную передачу о не очень интересном человеке, потому что биография эта у неё интересная. Она жена, вторая жена знаменитого французского короля Генриха IV Наваррского, мать французского короля Людовика XIII, чрезвычайно долго стояла у руля великой западной страны, восходящего солнца окончательно взойдёт при её внуке Людовике XIV, её имя при этом в широком общественном сознании затеряло, почти забыто, блекло. Ведь, скажешь Медичи, сразу скажут Екатерина, а между тем, это жена короля, мать короля, её дети, королевские особы сплошь, в частности, её последняя дочь Генриха, это жена Карла I Стюарта, которого казнила английская революция, и мать двух следующих английских королей, Карла II и Якова II. Вот какая звёздная ситуация! А небосвод очень яркий, но при этом она как-то не так сверкает. Она, как мне кажется, я постараюсь показать, видимо, была, во-первых, достаточно ординарной натурой, во-вторых, никогда в этих высших кругах не забывали не аристократическое происхождение рода Медичи. У них в роду четыре римских папы, не будем называть, две королевы, Екатерина Медичи и вот эта самая Мария Медичи. У них в роду при этом были ещё и разбойники-грабители, а всё-таки помнили одно, и самое главное, тогдашняя Европа, они из банкиров. А банкиров полагалось презирать. Не во все времена банкиры звучали так гордо, как, допустим, сегодня, хотя в сегодняшней гордости тоже есть какое-то, но идущее, пусть не от голубой аристократической крови, а от чего-то другого. А тогда вообще банкиры, богатейшие люди, богатейшие люди. И всё равно всегда отношение к ней, в частности, было окрашено этим лёгким презрением. Ведь это эпоха абсолютизма. А абсолютизм – это, по-моему, пышное расставание в Западной Европе, пышнейшее расставание со Средневековьем. В России было иначе. Вот мы встретимся на дилетантских чтениях и сравним, как было в России. Итак, происхождение. Как всегда, она у нас родилась. Это у нас однозначный факт – рождение и смерть наших персонажей в 1575 году. То есть она через три года после Варфоломеевской ночи, например. Она младшая современница Екатерины Медичи, из того же родопроисходившей и бывшей женой французского короля Генриха II. Родилась во Флоренции, как и Екатерина Медичи, 26 апреля 1575. Отец – не король, не король. Великий герцог Тосканский. Но не банкир. Французский первый. Но не банкир. Узовите, конечно, банкир. Если чуть копнуть, всё равно банкир. Что такое великий герцог Тосканский? Это, в сущности, на руинах Флорентийской республики, на развальных Синьории, создаётся понятие «великое герцогство», объединившее кое-какие земли вокруг Тосканы в центре Италии. То есть абсолютизм уходит с музыкой, с боями. Ему кажется, что всё-таки монархия вечно побыла в Флоренции республика. Ещё какая яркая, как она била сама за себя и со многими другими. И, тем не менее, этот великий герцог – это, в сущности, протекция испанских габсбургов. Испания. И это всю жизнь будет на ней отражаться. На Марии. Она была привержена Испании насмерть. Итак, великий герцог Тосканский, Франческа I, мать Иоанна или Жанна, герцогиня, опять герцогиня. Вот не тот у нас полёт. Но тут более знатного происхождения австрийская, из дома габсбургов. Тут кровь гораздо голубее. А медичи всё равно банкиры. Мария была шестым ребёнком. Живых было четверо. Один брат и три сестры. Мать умерла рано. Марии было пять лет. Умерла так, что как-то нехорошо поговаривали. Слишком внезапно. Слишком внезапно. И отец тут же, её отец через два месяца, женился на своей любовнице давней, Бьянке Капелло. Дети не бывают... По прозвищу колдунья, кстати. Сразу видно, как её любили. Дети никогда не бывают счастливы в этом втором браке. Или, во всяком случае, это происходит очень медленно и трудно. А она эту Бьянку просто ненавидела. Ненавидела. То есть её детство, а мы с вами всегда подчёркиваем, что в детстве многое закладывается, полно ненависти и несчастья. Марии было 12 лет, всего 12 лет. В 1587-м, когда умер отец. 47-летний. Слухи, слухи, слухи. В слухах вокруг и матери отца фигурирует одно очень популярное, не только в те времена, но в те времена, особенно в 19-м, тоже очень популярное. Слово «мышьяк». Распространённое. Потом химия усложнила идеи отравлений. И так она не выносила Бьянку Капелла. Особенно, когда она находилась рядом с отцом, великим герцогом тосканским. Затем умирают брат Филипп и старшая сестра Анна. Марии в это время 8-9 лет, не затем, а раньше. А последняя сестра Элеонора выдана замуж за герцогом Туанского, уехала. И вот к 11 годам она одна среди ушедших из жизни или очень нелюбимых людей. Отмечают авторы, среди которых, конечно, замечательная книга французская. Просто было бы неправильно не назвать. Нет, я имею в виду более серьёзную литературу. Мишель Кармана, Мария Медичи. Издана самым неожиданным образом в Ростове-на-Дону. Вот где интересовались Марии. Издательством «Феникс» в 1998. Хороший перевод с французского издания 1981 года. И серия переводных, все переводные труды. О Геннехе IV, об Ане Австрийской. Везде она фигурирует. Ну, а куда же без неё? Но никогда... Она всегда в тени. Она в их тени. Она этого ещё не знает. Ох, как она не хотела быть в тени. Вот этот совершенно одинокий ребёнок, у которого жизнь начинается очень сложно, очень тяжело, без каких-либо радостей. Но отец там умирает, в общем, тоже в подростковом её возрасте. Двенадцать ей было, по-моему. Да, двенадцать. Нет, да, двенадцать лет, когда умер отец. И совсем с ней в детстве череда несчастных случаев, которые прекрасно описаны в книжке кармона, которую я назвала. Три раза в её комнату ударяла молния. Господи. Возможны последующие присочинения. Но за всеми этими в античном смысле анекдотами, то есть историями, всегда что-нибудь да есть. Дворец скачался от землетрясения. Нетипичное явление, не такое уж распространённое в Тоскане. Она скажет про этот дворец, это дворец Питти, если кто не знает. Да, Питти, она там и родилась. Да, вот это их был дворец. Маршаловато немножко. Как-то едва не утонула близ города Пизы. То есть, казалось бы, на роду ребёнку написано что-то не очень радостное. Перемёрли братья и сёстры, оставшаяся уехала. Тем не менее, дают образование. Дядюшка занимает пост великого, бесконечно великого герцога Тосканского. Чем меньше владение, тем пышнее название величия. Образование обычное, больше всего любит игру на гитаре и лютне, даже любит вроде бы естественные науки. И привязалась на фоне этого безлюдия к своей единственной подруге из простых. В сущности, она начиналась как служанка Ленора Галлигайи, на пять лет старше, из простых. И старше. И старше, на пять лет. Она овладела, конечно, этой Марией, ну, до, скажем, эшифота, на который взойдёт Леонор со временем. Она стала владычицей её дум, ей поверялись все мысли, чувства, они всем делились. Привязанность невероятная от одиночества. Юность. Мария одна из европейских невест и долго остаётся европейской невестой. До двадцати пяти лет это очень долго. Это очень долго. Это уже почти старая такая девушка. Она типичный династический товар. В одном из произведений ей посвящённых, я даже начала выражение, она была продана. Она была продана Геннадьеву Четвёртому. Геннадьев Четвёртый умел пойти на любой компромисс. Это он был мастер. Так вот, это типичный династический товар. Как-то мы говорили с вами, например, о Марии Кровавой, Тюдор, которая тоже очень долго, до совсем, за тридцать, была всё этим товаром, и всё мечтала о принце, хоть кто-нибудь. Вот сейчас, когда к ней поплыл Филипп Второй, это современник испанский, современник Марии Митчи, она вот уже ждала его как вот счастье. Тут нет. Это повела себя несколько по-мужски. Я даже в лице её вижу что-то несколько мужиковатое. У неё такое грубоватое лицо. А все восторги вокруг того, как она хороша, включая восторги Рубенса, это всё придворные явления. Повела себя иначе. Она дважды позволила себе отказаться от браков почётных, но не с королями. Итак, правитель Флоренции, брат отца дядюшка, бывший кардинал Фердинанда, который отказался от сана, чтобы стать очень великим герцогом, великий герцог Тосканский Фердинанд I, женатый на крестине Лотаринской, племяннице Екатерины Медичи, подбирает ей жениха. И вдруг отказ в её, можно сказать, пожилые годы. Отказ номер один. Она категорически отказалась выйти за французского принца Дево Демона, родственника великой герцогини Тосканской Кристины Лотаринской. Боже мой, всё там, всё такое, голубая кровь сплошная. Причина отказа. И мотивировка была поразительная. Дядюшка чуть не разорвал с ней отношения, он был в ярости. Причина отказа такая. Она поверила якобы в предсказание некой монахини Сиены, имя монахини Поситея, что ты будешь королевой. И потому за герцога, графа, не пойду. Удивительный поступок для девицы за 20. И вот здесь в этом не пойду ни за короля, то, что потом аукнется её совершенно чудовищной привязанностью к власти. Её властолюбием, которое превосходило властолюбие многих-многих мужчин. В Англии своя королева и великая, Елизавета Первая. Не о чём говорить. Куда податься? Леонора посоветовала Францию. Леонора действует на неё магически. Значит, думаем только во Франции. Но во Франции правит Генрих IV. Он на 22 года старше Марии. Это не страшно. Но с 1572 года, давным-давно, то есть через три года она родится, а он в 72-м уже был женат на Маргарите Валуа, знаменитой королеве Марго. Однако очень давно с ней не живёт. Но не живёт. Это же не для королевских особ нужен развод. А развод в королевском семействе – это сложно. Плюс немножко еретик. Скажем так, вот позволю себе чуть-чуть ёрнически. Ну, как-то сказывается, видимо, что ли, предновогоднее настроение. Не знаю. Ну, настолько он сам был искрящийся, легкомысленным, шутливым. Так любил. Одну любовницу он выбрал только потому, что она очень весело, красиво хохотала, когда он рассказывал бабе. Одну из 43. А их сосчитать никто никак до конца не может. И он детей своих сосчитать не мог. Очень долго, 7 лет, шли переговоры. А не получится ли так, что он женится на этой самой Марии? Почему? А тем временем он рожал детей бастардов. Сколько у него? 98-й год, 99-й год. И у него была обожаемая любовница номер один. Габриэль Дестре. Мы когда-нибудь сделаем про него. Вот о ней надо сделать отдельную передачу. Мы так часто говорим, но тут же не записываем. Сейчас записываю. Вот это здорово. Итак, он еретик, он не совсем надежный католик. Он католичество принял, как известно, потому что Париж стоит мессы. Он все еще юридически женат. И по-настоящему обожает свою эту Габриэль Дестре. Любопытно, что Маргарита Валуа, королева Марго, с которой действительно давно не общались, но вражды между ними не было, даже появилась при дворе, попыталась повлиять, чтобы только, вот пусть делает, что хочет, на развод соглашусь, но все, лишь бы не женился на Габриэле. То есть идет нормальная придворная жизнь. Наконец, в 1599-м Генрих IV практически разведен. Это длительное оформление, это разрешение папы, это за деньги, а у Франции денег не хватает, только поэтому он думает о Марии Медичи, я еще об этом скажу. Там деньги в основе, все-таки из банкиров, и это не забывают в верхах. И Франция должна миллион ЭКЮ банкирскому дому Медичи, просто должны. Должны. Просто миллион должны. И ему нужны деньги на подавление оппозиции. Плюс к этому, да. И назревающие конфликты вокруг, в общем-то, Европа медленно сползает к 30-летней войне. И не очнулась еще от религиозных войн Франция. Итак, наконец он разведен. И тут же приказал готовиться к свадьбе с Габриэль Дестре. Вот шок всеобщий. Да, достали. И она вдруг умирает. Мышьяк? Мышьяк. Она просто на скаку, на ходу, переезжала из города в город, ей сделалось дурно. Она кричала, сейчас же призовите короля, он в неком расстоянии. Его позвали, он скачет, мчится. И ему соврали, она уже умерла. И он повернул обратно, а она жила еще три дня, но жила умирая. То есть, все так мрачно, трагично. И уж тогда, и уж тогда свадьба с Марией Медичи становится как бы естественной. Генрих относится к этому, ну, не вполне безразлично. Сейчас процитирую документ на эту тему. Он помнит про огромные долги. Франции, герцогу Тосканскому и еще кое-кому. Кругом долги. Призрак в Арфоломеевской ночи и последующих, ну, в общем, 30-летних практически войн. Религиозных войн и истощение Франции все еще здесь. Вот что он пишет Марии еще перед бракосочетанием. Раз уж вы так печете с о моем здоровье, она писала вежливые письма, то советую вам заботиться о вашем. Ах, да чего, Игрих, чтобы когда вы приедете ко мне, мы могли бы сделать красивого ребенка, который заставит радоваться наших друзей и плакать наших врагов. Вы хотели знать, как одеваются во Франции? Замечательный переход. Посылаю вам кукол, ну, одетых, соответственно, и пришлю очень хорошего портного. Это замечательная переписка. И из других писем еще следует он упомянул, что при всем при том он помнит Екатерину Медичи. Она умерла в 1589, они переписываются в 99, через 10 лет после ее смерти, которая принесла мне много бед. На самом деле героиня религиозных войн. Вот в такой драматической обстановке готовится это бракосочетание, которое все расценивают как совершенно неравноправное дом Медичи банкиров и сам Генрих Наварский. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. 18 часов 35 минут. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Сначала о проигрыше и розыгрыше. Конечно, все проиграли. Я спросил вас, какой элемент был в гербе и банкирского дома Медичи, и королевского рода бурбонов. Это действительно была золотая лилия, цветок лилии. Людовик XI когда-то за деньги, он очень любил король буржуа, он пожаловал Медичи, пожаловал право вот эту лилию. Но разница между лилиями была в том, что в королевских лилиях были тычинки. Неужели это знали наши слушатели? Да. Нет, это я не спрашивал. Ну, лили они ответили. Лили. Лили. Лили ответили. Ну, про теченки в следующий раз. Да, наши победители. Последние три цифры телефона. Григорий 801, Андрей 288, Александр 646, Оля 680, Дмитрий 157, Игорь 914, Александра 767, Коля 512, Светлана 090 и Валентина 405. Это наши победители. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. И они поженились и жили долго и счастливо. Ох, они жили не так долго и не так счастливо. Но 10 лет прожили. После 7 лет переговоров в октябре 1600 года состоялся брак между этой невестой европейской Марией Медичи. По доверенности Генрих IV не пребывал в Италию. В соборе Флоренции прибыл герцог де Бельгард с полномочиями от короля. Очень принятая форма. И в ноябре очень скоро того же года 1600-го пышные торжества в Лионе. Вот заметим, не в Париже. То есть после всех событий, гражданских войн и, наверное, тяжких воспоминаний Генриха IV, и вообще разруха была некая в городе Парижа, торжества, но пышные в Лионе, поистине королевские. Все было аккуратно. 27 сентября 1601-го Мария родила сына. Это будущий Людовик XIII. Чисто сказка о царе Салтане сразу через 9 месяцев после свадьбы. Тут был нюанс. Но довенчание. Которого нет у Пушкина. Там свадьи бабы, в аборихе. А тут настырная любовница Генриха IV, которая пришла на смену той божественной любви. Анриетта Дантрак. Это удивительно, энергичная, настойчивая женщина, которая за это время у него образовалась. Она через месяц после того, как родился дофин Людовик, будущий XIII, тоже родила сына. И посвятит теперь некие годы борьбе за то, чтобы, вот вопреки всему, не Людовик XIII стал королем, будучи XIII, не сын Марии Медичи, а вот ее, видите ли, сын. Удивительно. Время властолюбивых женщин. Итак, 10 лет при дворе. Мария Медичи живет при французском дворе. Она королева. Но королевы тоже бывают разные. Была свадьба, но не было коронации. То есть она все-таки жена короля. И все чаще она говорит о коронации. Хотя отношения между супругами более чем сложные. Она ревнует, она сердится. Ревновать сердится есть о чем. Она и круг ее интересов не очень близок к Геннеку IV. Она любит домашний зоопарк, игру в карты, любит стрелять по воронам. Из драматургии и литературы любит простонародные комедии. Про Скоромуша, Орликина и так далее. И, как все Медичи, очень любят бриллианты. И много тратит. То есть поводов для недовольства у них много. Но при всем при этом. Они живут напряженно. Двор на этом играет. Есть эта самая Анриетта, которая никогда не забывает свою безумную мечту, как бы подменить наследника. И все-таки при всем при этом идет линия такая самая семейная. Она регулярно Марии рожает детей. В 1601, как сказано, Людовик, будущий король Франции XIII. В 1602 Изабелла, будущая королева Испании и Португалии. В 1606 затянулся перерыв Кристина, будущая номинальная королева Кипра и Иерусалимского королевства. Это так, фикция, но корона есть. А на самом деле герцогиня Савойска тоже не так плохо. В 1607 Николя, единственный, кто умер в детстве. В 1608 Гастон, герцог Орлеанский, яркий будущий политик, соперник, великий придворный интриган. И, наконец, в 1609 Генриетта Мария, которую выдают замуж в Англию, жена Карла I Стюарта, мать двух английских королей, Карла II и Якова II. То есть, с одной стороны, более чем строгая семейная жизнь с реальным результатом – дети. Но Мария постоянно напрягает Генриха, ревнует ко всем любовницам и внебрачным детям. А их много, и он подчас любит их чем-нибудь одарить. Все больше в ответ на его поведение она окружает себя теми, кого называют при дворе итальянской кликой. Всякими, и, наконец, откровенными фаворитами и фаворитками во главе с мужем обожаемой Леонуры неким Кончини. Человек из, ну, на грани средних и низших, дворянского, но очень низкого происхождения. И этот Кончини постепенно так – это наглый фаворит. Вот временщик называли таких. Весь двор против него, и это понятно. Но он ведет себя поразительно. И уже возникает идея – а не отправить ли Марию во Флоренцию? И периодически король принимает такие рассуждения. Однако в 1610-м происходит поворотное событие. Генрих нездоров. Ему 57 лет, он чувствует себя глубоким стариком. Собирается на очередную, он много воюет. Нет времени просто говорить о его удачных и более удачных, и менее удачных, но небезнадежно воюет. На войну в германские земли. И явно похож на то, что он не жилец. Бесконечные пророчества, что его смерть, вот-вот она за ним гоняется. Удивительно сгустилось все это вокруг него. И он вдруг, отказывая многие годы, решается короновать Марию. На случай регенства. Потому что Людовику XIII мало лет, ему 9 лет. 13 мая 1610 года. Коронация. Генрих как бы случайно во время коронации несколько раз называет королеву Марию, мадам Регенша. То есть он об этом думал. На следующий день, 14 мая 1610 года, он убит. Знаменитое убийство. Его убийца Равальяк, католический фанатик, прямо в карете, через окно. Знаменитое убийство кинжалом. Что-то невозможное. Интересно, зачем он ее крановал? Он прямо называл Регенша. На случай, чтобы при законном наследнике был кто-то. А иначе все передразились бы вокруг. И его пламенная любовница, в первую очередь. Уходя в этот день из дворца, он три раза возвращался, прощался с Марией. А отправился он навестить заболевшего министра Сюли. Очень умного, талантливого, которого потом отставила неумная Мария. Зачем? Почему? Ну, в общем, все такие истории, они отдают какой-то, не знаю, мистика, не мистика, но цепью совпадений. И еще, самое главное, мыслями, что у сильных и сильнейших мира сего проблемы во многом сходные с общечеловеческими. С 1610 по 1630, замечу, 20 лет. С разным успехом. То совсем однозначно, то в борьбе. Но она у власти. Семь лет законно Регенша до совершеннолетия Людойка XIII. А в 13 лет он признан несовершеннолетним. Они решали это то в 13, то в 14. Так решил и парламент, и двор, и так далее. И после этого она все равно управляет. При признании Регеншей он сам, Людойк, мальчик девятилетний, подписал матушку нашу, не жаль, что прошу во всем мне помогать. Она так вошла в это. И не хочет уходить. И вот ему уже 16 лет, с 14-го года, 16-14. Она продолжает цепляться, бешено цепляться за власть. Ее сущностью оказалась безумная страсть к власти и властвованию. Мне кажется, больше всего это проявилось в поразительном решении. Заказать великому, признанному при жизни великим, художнику Питеру Паулю Рубенсу 20 полотен, в которых будет представлено, громадного размера, размер оговоренный, одна из жемчужин Лувра сейчас. Представлена ее биография. Ну, Рубенс был... 20 портретов. 20 фотографий. 20, да. Из жизни. Хартфолио. Из жизни великим. Рубенс имени Рубенс. Из текста договора. Превосходный фламандский живописец обещал, я сокращение, и обязался перед высочайшей, могущественнейшей и славнейшей принцессой Марией, милостью Божией королевы Франции и Навары, матерью короля нашего государя. Это что ж такое? Вот, чем она наслаждается. Изобразить на этих картинах все события и дальше, подчеркиваю, преславной жизни и героические деяния он и королевы с ума сойти. Власть сводит людей с ума. Когда ума больше, наверное, сводит меньше. А у нее ума было не очень много, и она свела ее совсем. Наверное, вспомнила с детства. Горести, одиночество. Мучительные сомнения найдет ли она жениха короля. И она за все отыгрывается. Балы. Она их обожает. Драгоценности. Всеобщее поклонение ей, а не любовницам. Вот, чем она наслаждается. Боже мой, Рубенс талантливейший, но и умнейший. Он все это сотворил, и люди наслаждаются до сих пор. Но не потому, что это славнейшие деяния, а потому, что это его кисть. И он облек все эти события. Невеликие события жизни. Невеликие события. Невеликие события жизни. В сюжеты. Мифологические и прочее. И это прекрасно само по себе. Публика, которая смотрит, она не напрягается, кто это. Мария Медич, это написано. Это прекрасные фигуры и сюжеты из мифологии. Но вообще-то она свои цели достигла. Она кое-что еще сделала для Парижа. И это ценилось. И ценится. Париж обязан ей люксембургским дворцом. Прекрасным. Не любил Лувр. Можно понять. Длинно рассказывать, почему. Люксембургским садом. До сих пор прекрасным. И резким улучшением водоснабжения. Вдруг заинтересовалась. В детстве ее интересовали точные науки. И она улучшила водоснабжение. Приказала. Наталья Ивановна Басовская. Незабываемые страницы прошлого. Судьбы людей и их потомков. Времена не выбирают. Непрошедшее время с Майей Пешковой на Эхе Москвы. Каждое воскресенье в 8.35. Эхо Москвы совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на Эхе Москвы. Эхо Москвы. События и комментарии. Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких. Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте, актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше». Кот доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остек. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Дарк. Разгонит в раз апатию и скуку. Кот доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после семи вечера. Ах, Латынина Юля. Как снегопад. В июле. Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. 18.49 в Москве. Мария Медич. И у нас наша героиня сегодня Наталья Ивановна Басовская. Вот она героиня нашей передачи. Она не героиня эпохи. Но как призма какая-то вот ее жизни, биография, я считаю, наглядное пособие по тому, что может сделать с человеком властолюбие. Она настолько счастлива этим регенством. Совершенно ясно, что неприлично не отдавать власть сыну. Не отдает. Никаким образом. Но предварение довольства такое, особенно назревшее в связи с ее фаворитом, о котором сейчас скажу, что ей надо на кого-то опираться. Ей нужен кто-то мудрый, умный или ловкий. Сначала у нее ловкий и наглый. Это кончение. Муж обожаемой Леоноры дошел до, конечно, предела поведения фаворитов. Ну, например, позволял себе сидеть при короле юном, короле Людовике. О короле Людовике XIII мы не делали передачу. И это тоже наша ошибка. Он очень интересен. Есть новые работы, в которых пишут о новом взгляде на него. Очень трудно понять характерный, бесхарактерный, сильный, слабый, но интересно. По крайней мере, назревает страшная обида по поводу того, что он так себя ведет. Но главная обида. Мать не уступает место руководящего политика. А она политик никакой. И этот кончинь вокруг него, конечно, зреет безумное недовольство. И организовывается просто его убийство. Людовик XIII отходит в сторону. Меня как раз не было дома, скажем так. Один из его любимцев, главный его любимец, Альбер де Люинь, берется... Тоже, что не говорят только об их отношениях, не наше дело. Берется организовать арест кончине. Обвинить кончине было в чем. Ну, он, по-моему, маршал Франции. Он получил маршала, он получил крупное в управлении, крупную территорию графскую, по-моему. Но он хочет быть конэтаблем. Я хочу быть, чтобы мне золотая рыбка была на посылках. Ну, вот маршал из ничего. И этого мало. Огромные поместья, огромные деньги. Этого мало. Хочу быть конэтаблем. А это главнокомандующий. Вот этого французский двор пережить не мог. И Люине удалось уговорить Людовика XIII побыть как бы в сторонке, меня не было дома, удалиться в сторону. Но он осуществит арест. Я убеждена, что они не рассчитывали его арестовать и куда-то привезти. Именно убить при попытке к бегству. Как придумана была эта попытка к бегству? В силу своего тоже недалекого ума. В кончине не мог поверить, что кто-то, что вы арестованы, следуйте за нами. И он закричал, Амуа, ко мне, как бы призывая своих людей. Это сочли сопротивлением власти. Амуа, всё. За это Амуа его без пощады пристрелили на месте, что, видимо, и планировалось. А против его жены, обожаемой Леоноры, затеян судебный процесс. И всё это... О, как всегда, колдовство. Какое-нибудь. В 1616 год. Там пытались разное. Всё никак не складывалось что-то. Наконец, сосредоточились... 17-й год. И она тоже тут же арестована. Сосредоточились в 1617. Вокруг вот колдовства. Тоже труднодоказуемое. Смертный приговор необходим. Но всё какие-то внешние атрибуты соблюдались. Всё хотели как-то получше оформить. Наконец, нашли за то, что она, туманная формировка, провинилась перед Богом. Это потрясающий приговор. Это очень что-то напоминает. Вот за это она взошла на эшафот. Палач оторвал ей воротник. Она сложила голову на плаху. Как всегда в описаниях, толпа, которую люлюкало кричало, тут же разрыдалась и начала её жалеть. Так же будет при казни Марии Антонетты и так далее. И это падение Марии Медичи, конечно. Падение номер один, я назвал. Она дважды будет рушиться с той власти, в которую так вцепилась. Что остаётся делать? Она решит над страной над власти. Король не желает с ней видеться. Она ждёт ареста. И в 1619 бежит. Просто бежала. Вонгулем. Мама. Мама бежала. Сын, конечно, счастлив. Но почему-то, и в этом, видимо, предстоит разобраться, готовя передачу о Людовике XIII, всё-таки прибыл туда к ней в Ангулем, примирился. То ли хотел, чтобы всё выглядело очень хорошо. Франция претендует, реально претендует на лидирующую роль в Европе. Идёт 30-летняя война, которая должна решить, будет ли она первой в европейском регионе. Борьба за первенство – это знамение отнюдь не только нашей эпохи. Это вечно. И её политика не устраивала прежде всего потому, что вокруг неё сосредоточились клерикалы, крайне католические сторонники Испании. И всё-таки он её возвращает. Возвращает после смерти де Люинья. Он рано умер, в 1621. Она ищет другую опору. Теперь умного. И этот бесспорно умный кардинал Решилье. Он обязан... Тогда ещё епископ, да? Он-то епископ. Он ей обязан своей кардинальской шапкой. Он ей обязан тем, что она его втащила в Королевский Совет. Ему только этого и надо. Её кое-кто предупреждали из окружения. Поосторожнее с этим. С этими решениями, да. Больно умный. Больно энергичный. Ну, конечно, падением номер два она обязана именно ему. Он занял твёрдое место в Королевском Совете в 1624 году. Будучи трезвым, умным, циничным, убеждённым сторонником возвеличения Франции, прекрасно понимал, что в тот момент главный их соперник – неизвечный враг на островах Англии, как было в Средние века, как было в Столетнюю войну. Многие жили этими представлениями. Нет. Это Гавзорская Испания. Это Испания, которая стала мировой державой и так далее. И поэтому позиции Марии, преданной происпанской политике или итальянским своим придворным, она неприемлема. И он становится главным врагом не только Испании, но и Марии Медичи. Которая его сама привела. Какой типичный случай. Как это обыденно. Итак, в 1630 году, день разочарованных, день всё потерявших, так его называют. Обманутых, разочарованных, лишившихся всего. Знаменательный такой день, когда король Людовик XIII, конечно, с подачи Армана Дю Плюси Ришелье, кардинала Ришелье, решительно, наконец, топнул ногой, что править будет не мама, но мальчик-то уже большой. Тридцатник ему почти. Ему, да, он родился в 1601, да. А в 1601 ему 29 лет, пора. А маме 55. Он проживёт очень мало, он этого не знает. Итак, она просто, понимаешь, надо бежать. А то кончит где-нибудь в тюрьме. Она бежит из Парижа, который благоустроила, который украсила. Там остались и полотна Рубенса, и её бриллианты Праду Звещани. Она спускалась по простыне. Да, она всё пропишет. Она окончит жизнь бедности. Бежит по Европе, и она никому не нужна. Дети тоже королевской крови. Я уже как-то говорила, что в королевской среде никакой кланной солидарности никогда не было. Генриетта была её последней надеждой. В Англии нет, нет, нет. Дочка сказала нет. Везде нужен покой, а появление Марии Медичи сулит беспокойство. Будет неудобно перед Францией. Франция явно на подъёме. И вот остались там и полотна, и Люссенбургский дворец, и её бриллианты. Остановилась она в Кёльне после большого пробега по Европе. Умерла в нужде. Оставила немало долгов. Потому что все её драгоценные приобретения были во Франции. Как-то вычитала я где-то, но не уверен, что это надёжно. Что в доме, который когда-то принадлежал Рубинсу, тут замкнулся какой-то круг. Рубинс был очень богат и умер, ох, не в нищете. Ришелье, она составила подробное завещание. И в частности, в завещании приказала вернуть, остроумно, вот не ожидала от неё, кардиналу Ришелье, теперь первому министру Франции, который уже 14 лет главный у руля политики французской, вернуть попугая, которого он когда-то, угождая ей, ей подарил. Тонко. Тонко-тонко. Я даже от неё этого не ожидала. Но от горя чего не сделаешь. Ришелье пережил её всего на 6 месяцев. Людовик 13-й примерно на 1 год. Её останки долго... Ришелье и Людовик уплатили её долги. В Зеленщику, Обойщику, в Пратчину, скажем так. Долго и мучительно перевозили из Кёльни её останки, чтобы достаточно почётно похоронить Сен-Дени. И Людовик 13-й умер через 10 дней после того, как её останки нашли покой в Сен-Дени. Сик-трансит, Хлория Мунди.